С кока-колой, в общем-то, там история всё-таки не из-за вкуса возникла, опять же, если мы помним, то это был безалкогольный аналог, так называемый кока-вайн, то есть в те времена производили вино, настаивали на листьях коки, оно обладало, соответственно, понимаем, какими свойствами, и когда алкоголь запретили, то создали некий аналог безалкогольного кока-вайн, и да, люди на него перешли, потому что просто деваться некуда было, по сути. А потом вкус, ну да, вкус понравился, вкус пошёл в моду, и сейчас этот вкус, в общем-то, он среди напитков, он топовый колы. Что говорить о новых вкусах, то это скорее, скажем так, частные какие-то такие удары, частные появления продуктов, потому что, в принципе, вкусовые пристрастия населения, они сформированы, там всё понятно, и там никуда не убежишь. Это ваниль, это шоколад, это какао, это определённый набор из десяти, может быть, фруктов, и ничего нового не будет. Вот, если мы сделаем какую-нибудь там, не знаю, гавайскую маракуйю, условную, которую никто не знает, это, возможно, любят и купят попробовать, вот, но на следующий день они всё равно купят клубнику, потому что это как новый экспириенс, хорошо попробовали, на следующий день они всё вернутся к тому, что им нравится. Чтобы вкус стал популярным, то есть вкус не может стать популярным просто так, потому что сказали, что он популярным, вкус становится популярным у употребителя, когда он к нему привыкает, когда он знает, что от этого вкуса ожидать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok